Друзья, всем привет! С вами я, Владимир Белов. Сегодня хочу вам предоставить уникальную возможность побывать на нашей родине, в деревне Окунево, точнее, в окрестностях деревни Окунево. И сейчас мы с вами перенесемся в 2015 год, в лето, точнее сказать, в лето 2015 года. Роман Захаров, мой друг и приятель, с удовольствием предоставил мне такой вот материал. Четыре видеоролика, я их смонтировал в один. Продолжительностью данное видео будет около 11-12 минут. Вот, как мы летаем с вами на квадрокоптере и наблюдаем все сверху нашей окрестности, нашу красивую землю, деревню Окунево и ее окрестности, лето 2015 года. Спасибо Роману Захарову за предоставленную видеозапись. Итак, готовы лететь с вами, с нами. Итак, поехали! Представляю вам такую вот видеозапись. Наша деревня с высоты птичьего полета. Запись велась летом 2015 года с квадрокоптера. Запись любезно предоставил мой друг и товарищ Роман Захаров. Ссылку на его страницу, его социальной сети вы увидите в описании данного ролика. Итак, наша деревня, деревня Окунево, Муранцевского района Омской области с высоты птичьего полета. Несмотря на то, что это запись 2015 года, в деревне практически ничего не изменилось. Дома практически также стоят на тех же самых местах. Возможно, что там где-то появились еще кое-какие дома. Вот, новые постройки, что-то старенькое разобрали. Ну, а так практически ничего не изменилось. Вот, интересно же все-таки посмотреть, какая наша деревня с высоты птичьего полета. Вот, съемка, еще раз повторюсь, велась квадрокоптером в этот 2015 год. Было очень хорошее наводнение у нас. Вот, видно, речка Тара, овраг снизу вот, в который впадает в Тару. И вот за Тарьи, так сказать, вода уже ушла. Все зеленое. Съемка вот летом, наверное, месяц, скорее всего, июль. Да, скорее всего, июль. Это все было в июле. Так, друзья, пролетаем. Пролетаем над нашей деревней. Вот, летим по речке Тари, по руслу ее, так можно сказать. Справа от нас бело-голубое здание школы, реконструированные после пожара. Так, дальше по направлению туда заметно серая такая, коричневая крыша. Это сельский клуб. Так, дальше, дальше представляется это все дело. Ага, представлено. Вот так вот высоко поднимаем камерой. Камерик квадрокоптера поднимается выше, выше. И вот видим тюб. Тюб. Так, сверху, сверху затарные места тюба. Там вот сколько, смотрите, сколько вдалеке, если присмотреться, воды очень много было в тот год. Все это дело затоплялось. Вот, друзья, вы меня давно просили, покажи деревню. Вот, предоставляю вам, пожалуйста, так, поворачиваем, поворачиваем. Сейчас еще раз повернем. Так, вот она, дорога наша, которая, вот она вся, практически наша деревня. И раскинулась вот таким вот местом. Вот, смотрите, вот леса, сколько леса. Вон там еще лужок. Там дальше озера какие-то. Вот так вот, друзья, предоставлены хорошие возможности посмотреть окружность, окружные местность, место нашей деревни. Такое вот, тот, кто очень давно не был в деревне, хочет посмотреть, как это все происходит, как это все построено, сделано все так вот. Прекрасная возможность побывать в родных местах. Каждый год у нас практически так же вот снимают квадрокоптеры, приезжают люди, гости нашей деревни. Но, к сожалению, записи я не нашел. Других, вот, возможно, я плохо искал. Ну, а это вот такая вот, такие вот записи. Вот, я скажу, что здесь вот 4, 4 небольших ролика по несколько минут. Все это вот я сейчас смонтирую. Вот какая красивая. Смонтирую все это дело в один большой ролик. Длительностью где-то 11 или 12 минут. И, пожалуйста, вот запущу сегодня в социальные, вот так сказать, сети. Пожалуйста, смотрите. Наслаждайтесь видами такой вот нашей красоты, нашей деревни. Как это все, и окружности. Не каждый день мы имеем возможность полетать над нашими такими местами красивыми. Повторюсь, это деревня Окунево, Муранцевского района Омской области. 55-й регион. Так вот, красиво, вон снизу видно, ездят машинки. Ходят люди, как это все, маленькие люди, маленькие машинки, как грушечные машинки. Люди, как муравьи, бегают туда-сюда, передвигаются, своя жизнь. Так, все-таки замечательные возможности квадрокоптера позволяют нам увидеть такую красоту. Так, друзья, полетели, 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 полетели. Сейчас мы поднялись еще выше, еще выше высоты птичьего полета, и еще больше вот как бы видно. Вот видно, заметно ферма, ферма наша, бывшие поля, вот там все это заросло травкой зеленой. Сейчас это, к сожалению, ничего не обрабатывается. Так, вот вдалеке, так, поворачиваем снова, вот смотрите, какой лучик света доходит до нас слева, вот пробивается сквозь это. Так, еще раз поворачиваем, вот сколько у нас, какие у нас с высоты открываются прекрасные и замечательные виды. Так, поворачиваем так, так, везде вот это заметно очень хорошо, много озер. Вообще к нам едут всегда на рыбалку и отдохнуть, просто посидеть с удочкой на речке или на озере. Так, начинаем потихонечку снижаться, снижаемся, так, снижаемся, снижаемся, потому что связь, к сожалению, квадрокоптер терять начинает связь, сажается батареечка, так, и для того, чтобы совсем не потерять, не упустить все это из виду. Так, вот какая у нас красивая река, да, действительно, почему люди со всего мира едут в наши красивые места, красивые края, вот, как это все-таки замечательно. С высоты все это смотрит, так, вот видите, снизу так вот спустились и очень заметно, хорошо видно. Так, тут с высоты ничего не скроешь, кто что строит, кто что садит, какие интересные дома. Так, вот у нас вот как раз тут порыв был на раскопанные места. Так, летим сейчас по улице Центральной, вот улица Центральная такая песчаная. Так, вот как это все интересно у нас выглядит, красиво. Вот, друзья, пожалуйста, прекрасная возможность побывать у нас на нашей, на малой родине для тех, кто давно не был в наших родных местах, в своих родных краях. Вот, вот, как бы небольшая деревенька, но видим, так вот, как все-таки пролетая сверху. Прекрасный денек стоит солнечный, очень замечательный обзор, замечательный вид. Вот, пожалуйста, пожалуйста, вот так, еще раз, вот сколько воды, везде рыбка в тот год, 15-й год было, вот, еще раз скажу, наводнение, было везде много рыбы. Так, вот, все это зелено, красиво сейчас, сейчас так, полетели назад, 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 назад. Так, и сейчас переходим к очередному, заключительному, вот такому маленькому ролику, вот этому, четвертый, вот у нас сейчас смонтируется. Так, в этом заключительном ролике, вот, я хочу поблагодарить Романа Захарова, у него есть тоже YouTube канал, его называется канал Здравствуйте до 100, Роман, начинающий видеоблогер, занимается восточными и славянскими оздоровительными практиками, ведет канал Роман Захаров со своей супругой, Светланой Стрельцовой. Так что, друзья, кому будет интересно, пожалуйста, заходите на YouTube канал Здравствуйте до 100, который ведет Роман Захаров, и, возможно, кому-то из вас будет интересно. Так, благодарим Романа за предоставленный видео, такой вот материал, так вот, за то, что можно понаблюдать нашу деревню с такой вот красивой стороны, с высоты птичьего полета. Так, вот, заключительные кадры нашего вот этого ролика, это вот наш Красный Яр, вот наша полноводная речка Тара. Так, друзья, ну что, на этом всем хочу сказать спасибо, подписывайтесь на канал Романа, на наш канал, и всем удачи, пока-пока. Так, друзья, ну как вы, посмотрели данный ролик, посмотрели, наверное, заметили какие-то изменения, кое-что построили за эти два года, что-то изменилось, что-то не изменилось, там, кое-что там выросли, где-то новые дома, где-то снеслись старые, но это, так сказать, такая обзорная экскурсия с высоты птичьего полета нашей деревни. Так, ладно, друзья, на этом я прощаюсь с вами, прошу, поддержите Романа, если хотите, зайдите на его канал, подпишитесь, или подписывайтесь на наш канал, кому это будет интересно. Я найдете и у Романа, и у нас, думаю, найдете очень много интересного, для себя почерпнете что-то полезное, так что всем удачи, с вами был я, Владимир Белов, всем удачи, пока-пока.